более духовные иногда менее духовные иногда вообще не духовные знаете бывают такие дни когда вот просыпаешься и думаешь вообще я не духовно что-то сегодня проснулся бездуховным каким-то да бездушный как две женщины встречаются на другой говорит мой муж говорит просто ангел просто ангел а вторая говорит да говорит мой тоже не человек мой тоже не человек но она имела ввиду что он животное а это говорит мой ангел так говорит мой тоже не человек вот бывает просыпаешься утром ангел бывает просыпаешься вообще не человек но мы сейчас входим в свое высшее состояние можно сказать даже шма израиль кто не говорил слушай израиль да шма израиль как бы пробудись пробудить себе вот эту вот часть, которая называется прямо к Богу. Исраэль, это переводится Яшар-Эль. Прямо к Богу. Все, Шма-Исраэль. Или Исар-Эль это тот, кто как ангелу Бога. То есть в любом случае это приближение. И войдя в это состояние, сказав Шма-Исраэль, мы продолжаем изучать молитву, которая называется 18 благословений. Или второе ее название Амида. Это главное еврейская молитва, в которой значит, прям про нее написано в Талмуде, в трактате «Проход», что когда ты ее молишься, даже если даже если змея обвилась вокруг твоей ноги, нельзя останавливаться. Талмуд, я вам сейчас кусочек покажу, как мыслит Талмуд. Талмуд говорит, а если на тебя царь, значит, на... ну, не царь какой-то будет ехать, там, бандит, да, с мечом. И он, значит, и ты стоишь, молишься, а он тебя может убить, то что? Змея, если обвелась, нельзя прерваться, а бандит, если есть какая-то опасность, не просто можно, а нужно прерваться. Талмуд спрашивает, а почему? Он говорит, змея, если на нее не напасть, она не жалит, а бандит жалит, он первый нападает. Поэтому, если есть опасность для жизни, ты должен прерваться, но змея, змея, которая обвивается вокруг твоей ноги, опасностью для жизни не является. То есть, пока ты стоишь, не двигаясь, она тебя не ужалит. А там бандит, например, или скорпион, может ужалить. Там дальше идет размышление, какие опасности они первые нападают, какие опасности, пока ты ее не тронешь, она тебя не трогает. Хорошо. И вот мы дошли. Первых три благословения это включение во Всевышнего, назовем это так. То есть, есть Всевышний, Творец Мироздания, и ты, когда становишься молиться вот эту вот молитву, Амеда, да, 18 благословений, первых три это Защитник Авраама, второе это Оживляющих Мертвых, третье ты Свят, ты Кадош, значит, это первых три это ты включаешься, как бы, да, собраться, надо собраться. То есть, ты подключаешься, понимаешь, перед тем ты стоишь, вообще, что ты сейчас делаешь. После этого начинаются просьбы. И, как вы думаете, о чем первом просят евреи на протяжении, уже Амеду молятся, на протяжении, ну, формальный текст утвердили 2400 лет назад. Это люди Большого Собрания, там, среди них были последние пророки, они, как утвердили вот этот текст. И 2400 лет текст не меняется, все евреи во всем мире одинаково абсолютно молятся Амеду. Вот, в любой синагоге, в любой части мира евреи прямо молятся один в один. Есть, есть три, как бы, три разных основных религиозных направления у евреев. Хасиды, Ашкиназим, Ашкиназим, да, литовское направление его называют, но это было, как бы, просто Ашкиназим, они, да, евреи, которые ушли из Рима в Германию 2000 лет назад, их назвали, Ашкиназ, это Германия, они называются Ашкиназим. Потом из них, во времена Большимтова, 300 лет назад, из Ашкиназим появились Хасиды. А третье направление, это называется Идута Мизрах, это, Идута Мизрах, это общины Востока. Из Вавилона эти общины, то есть, евреев было в Вавилоне, как сейчас вы верите, несколько миллионов, они были очень там влиятельные, да, это было, тоже где-то, евреи живут в Вавилоне, тоже 2500 лет, они живут в Вавилоне. И вавилонские евреи, они ушли потом в Африку, Марокко, Тунис, и оттуда они пошли в Испанию, они называются Сфарадим, по названию Испании. То есть, есть два, как бы, два главных разделения. Ашкиназим, это евреи, которые из Израиля через Рим пошли в Европу. Второе направление евреев, Сфарадим, это которые из Вавилона через Африку пошли в Испанию, Сфарад. И третье, это из Ашкиназим появились хасиды. 300 лет назад был такой великий учитель, это звали его Бальжемтов, и он сказал, что вот надо чуть-чуть по-другому добавил, там, добавил огня в служение. И часть Ашкиназим стали, стали, как бы, двигаться по его направлению. Но если взять вот просто чисто математически, то разница между в молитве, например, да, и в обычаях, между Ашкиназим и Сфарадим восточными евреями, разница максимум 10%. А теперь Сфарадим, они находятся посередине, у них разница 5% с Идутом и Зрак, то есть Сфарадим это Хасиды, они объединили вот эти два направления и заняли такой средний путь. Поэтому есть этих, ну, по большому счету отличие минимальное. То есть и в тексте Амиды отличие буквально там из, например, 18 благословений в каждом среднем там, допустим, будет по 20 слов, возьмем 300 слов. Разница может быть 20 слов на молитву. Из 300 меньше 10% разница это варианты между три вот этих вот направления. Понятно, да? Спасибо, Дамир, благословляющий будет благословлен. Значит, горсти и бухарсти евреи относятся к они относятся к Сфарадим, восточной общины, да? Идут Амизрах. То есть и горсти и бухарсти они молятся по Сидурам, как евреи Марокко, вот, но по восточным. То есть они не аштеназим, не аштеназ, не европейские. Хорошо. Значит, итак, три было благословения, это включение. Первое, защитник Амраама, второе, оживляющий мертвых, третье благословение, ты святой, бог святой, четвертое благословение. Четвертое благословение называется мудрость, понимание и разум. Конечно же, первая просьба, начиная с четвертого благословения идут просьбы ко Всевышнему. И первая просьба, о чем просят евреи, теперь понятно, откуда нобелевские лауреаты, понятно, откуда все эти писатели, читатели, проза эти. Пожалуйста, если две с половиной тысячи лет во всех молитвах, во множественном числе, евреи, первая просьба к Богу, три раза в день, просьба о мудрости, понимании и разуму. Значит, я хотел взять как раз Сидур на иврите, потому что здесь сразу идет перевод на русский. Ну, давайте, ладно, мы изучаем эту книгу, будем изучать так. Я, может быть, что-то добавлю по памяти. Хотел я вам дословно перевести, но не будем. На что обращает внимание Рав Шаломаруш? Он, еще раз повторю, он смотрит на все, вообще, на весь иудаизм. Он говорит, главный смысл иудаизма это благодарность, благодарность Богу, и главная проблема евреев это ныть, жаловаться и неблагодарность. Это его мнение, базирующееся на мнении его учителя Рабина Ахмана из Браслова, но это не является таким мейнстримом, это одно, один из взглядов. Но мы изучаем сейчас этот взгляд именно. И он на все смотрит сквозь эту призму благодарности. Четвертое благословение ты наделяешь человека своим разумом. В нем мы говорим, удели нам от своей мудрости понимания разума. Он подчеркивает слово своей. Он говорит, зачем, почему мы просим Бога, удели нам от своей мудрости понимания и разума. Он же говорит, можно было бы сказать просто, дай нам мудрость понимания и разума. почему от своей от божественной. Но отсюда мы видим, что когда человек стремится научиться мудрости пониманию и разумению, следует понимать, что есть мудрость ведущая к постижению Всевышнего, а есть злая мудрость, о которой сказано у пророка Ирмияго, что умные они делают зло, а делать добро не умеют. то есть мы просим не просто мудрости, мы не просим дай нам математику, математика это следствие, или дай нам мудрость и так далее. Мы просим дай нам твою мудрость, а что такое мудрость Бога, чтобы это был конструктивный созидающий истинный разум. Именно вот такой разум мы и просим. Конструктивный созидающий истинный разум. И он приводит пример. Вот говорит, ко мне пришла супружеская И муж говорит, я изучил вашу книгу «Вообще сад мира». У Равша Ломаруша есть первая его книга, называется «Сад веры», где он полностью сосредоточен на вопросе веры в Бога и что такое вера, и как вообще поверить, и как верить, то есть полностью называется «Сад имуна», «Сад веры». Вторая книга, которую мы изучаем, называется «Сад благодарности», это «Как быть благодарным». Третья его книга называется «Сад мира», она отдельная для мужчин, отдельная для женщин, и она говорит о том, как себя вести в семье, потому что должен быть шалом внутри, шалом в семье, и тогда будет шалом в мире. И вот в этой книге он тоже очень такой экстремистский дает взгляд, и вот тут он говорит, пришла ко мне супружеская пара, и муж похвастался, что он досконально изучил книгу «Сад мира», но секунду спустя он в моем присутствии грубо оскорбил свою жену. «Как же может быть, что он изучил книгу «Сад мира», где все время повторяется принцип «Не делать жене ни малейшего замечания, а тем более запрещено ругать и унижать ее». И он тут же накричал на жену, да еще на глазах учителя. Значит, и он говорит, что есть просто мудрость, а есть божественная мудрость, и нужно просить у Бога озарить истину в каждой книге, чтобы ее постичь. Потому что есть в Мишле царь Соломон, мудрейший из людей, он сказал так, «Видал ли ты человека мудрого в глазах своих? У глупого больше надежды, чем у него». И царь Соломон, он говорит, что мудрый в собственных глазах хуже, чем глупец. Почему? Потому что бывает, что человек, вот он, значит, шибко умный, да, шибко умный такой, и он настолько умный, что он, так он думает про себя, что он полностью закрыт вообще для здравого смысла даже. В Талмуде, в самом начале, в трактате «Брахот», говорится такое прямо высказывание. «Приучи свой язык говорить, я не знаю». Почему? Потому что абсолютного знания в этом мире нет. Как мы уже много раз я повторял, что слова, любые слова, это всего лишь попытка описать какую-то реальность, истину. То есть слово – это некое описание чего-то, и слово никогда не является тем, что оно описывает. То есть жареная картошка, слова – это не равно жареной картошке. То есть как бы я ее не пытался описать, мои слова являются всего лишь некими такими попыточками, ярлыками описать реальность, которая жареная картошка. Так это картошка. То есть мы даже картошку, слова не соединяются с картошкой. Слова – это описание картошки, да, это каждый может понять. Так когда человек претендует, что он знает абсолютную истину, он похож на одного отца, который обучал своего сына и говорит, «Сынок, абсолютной истины не бывает. Не бывает». Тот человек, который говорит, что он знает абсолютную истину, что он, как сказать, обладает абсолютным каким-то истинной правотой, так этот человек, он дурак. Он дурак. Сын спрашивает, «Папа, ты уверен?» Он говорит, «Абсолютно точно, абсолютно я уверен». Так вот, нельзя быть уверенным абсолютно точно, нельзя утверждать. Маша Рабейну, когда был исход из Египта, в Торе он сказал, «Кахацот Алайла придет Бог». Как? Около полуночи придет Бог. А Бог ему сказал, что я в полночь приду. Почему, Толмуд спрашивает, почему Маша Рабейну, значит, сказал, как... Прервался телеграмм, я сейчас включу тоже, да. Почему Маша Рабейну сказал, около полуночи, если Бог ему сказал, точно в полночь. Сейчас, я думаю... Видите, какая техника, да, сегодня? Отличная техника, спасибо Всевышнему. Всевышний знает, знает, кому что надо слышать. Может быть, кому-то не надо было слышать то, что я рассказал. Хорошо. Двигаемся дальше. Значит, мы просим у Всевышнего его мудрости, потому что мудрость Всевышнего – это чистая, созидающая мудрость, которую мы и просим. Дальше... Дальше мы говорим так. По-настоящему мудрый человек – это тот, кто смиренный. Тот, кто знает, что он не знает, ему как раз и открывается больше всех. Потому что человек... Вот смотрите, я вам сейчас нарисую. Вот есть человек, например, да, на Досте. Вот есть человек, видно? Так, видно. Вот есть человек, вот это называется «я знаю». Вот он что-то знает. Вот здесь вот у него идет «я не знаю». Правильно? То есть он, например, человек знает, что есть Китай. Он знает. Если он знает, что есть Китай, он знает, что он не знает китайский язык. Точно. Теперь, а вот тут называется «я не знаю, что я не знаю». Я не знаю, что я не знаю. Например, есть такие острова Антигуа и Барбуда. Если человек никогда не слышал про такие острова, он не знает, что он не знает, что есть острова Антигуа и Барбуда. И тем более он не знает, что он не знает язык, на котором там говорят. Потому что если он не знает, что есть такие острова, он в жизни никогда не мог даже представить, что там есть какой-то язык. Потому что для него островов-то нету. Понятно. Чем больше знает человек, чем больше он знает, тем больше он соприкасается с площадью своего незнания. Например, человек, который не знает математику вообще, он не знает, что он не знает алгебру. Но когда он знает математику, ему потом говорят, а дальше идет алгебра. Хорошо. Человек, который не знает ни математики, ни алгебры, он тем более не знает, что он не знает высшую математику. Он даже не знает, о чем там говорится. У него понятия нет вообще, что есть еще какая-то высшая математика, он и низшую математику не знает. Понятно, да, идея? Поэтому человек, который говорит, я все знаю, он очень глубоко заблуждается. И самое здесь обидное, что он и не узнает. Потому что если он уверен уже, что он знает, что он там развитая обезьяна, то он уже закрыт для знания о том, что он божественная душа. Если он говорит, ну есть теория, в принципе я слышал, что я обезьяна развитая, где-то слышал, Дарвин сказал, а Дарвин откуда знают? Не, ну я не знаю, а когда Дарвин жил? Да я не знаю, когда Дарвин жил, что ты пристал? Если человек, он знает, что он не знает, тогда он открыт, он говорит, интересно, а какие еще есть теории? Раз, два, три, четыре, пять. И что каждая теория говорит? Раз, два, три, четыре, пять. А что говорит Тора? Тора говорит вот так. Интересно. И значит, если я верю в Тору, то у меня открывается возможность вечную жизнь. Интересно. Если я верю в Дарвина, то что? Ничего. Если я верю, что? Есть такой человек интересный. Он был журналист. И он хотел денег заработать. И он основал секту, которая... Он говорит, я знаю, что Землю создали инопланетяне. И они со мной вышли на контакт. Рафаэлит. Его звали Рафаэль. Можете погуглить. Есть сектор Рафаэлитов. Он говорит, и они вышли со мной на контакт. Представляете? Главного у них зовут этого инопланетянина. Элоким. Всесильный. Значит, помощников его зовут Серафим, Гавриэль. Он просто пересказал Тору. Так, ну, упрощенно. Потому что он журналист. Он послушал пару уроков. И пересказал это все. Но, говорит, они только со мной вышли на контакт. И те, кто в меня поверят, значит, спасутся. Эти люди говорят этому журналисту. А как говорят спастись-то? Как? Он говорит, смотрите, ваши взносы несите сюда. Значит, организовал секту. 250 тысяч человек. Собрал там миллионы с них долларов. И пересказал им Тору так смешно, что у него называются инопланетяне Элоим. Элоим это всесильный бог. Но если человек, который нормальный, адекватный, он его послушает, он скажет, хорошо, теория прекрасная, а их-то кто создал? То есть ты говоришь, что нас создали они, а их кто создал? И все равно мы вынуждены прийти, что есть источник всего, который всем не является, который был причиной всех причин. Эта причина называется Бог. А дальше, дальше нужно понять, как с ним установить контакт. Кто-то скажет, а зачем вообще мне изучать Тору? А для чего? А я вам отвечу словами царя Соломона, который был мудрейший из людей. Он говорит, а все остальное для чего? Все остальное это точно суета-сует. Все остальное это вообще, ну просто суета-сует. А здесь это все-таки связь со Всевышним. Это шанс. Поэтому, естественно, что царь Соломон, когда он написал «Экклезиаст Коэлит», он разобрал все возможные варианты. И методом исключения он доказал, что жизнь человека, она, нужно ее посвятить чему? Служению Всевышнему. Правление своей божественной природой и соединению со Всевышним. Эта тема, сказал царь Соломон, остальное все нет. Значит, четвертое благословение в молитве 18 благословений – это «Дай нам мудрость». Просим мы мудрость у Всевышнего, именно его мудрость. Пятое благословение. Пятое благословение – это пятая просьба. Как вы думаете, о чем просят евреи во всех синагогах мира три раза в день читается эта молитва? В субботу нет этих средних благословений, нету просьб. В субботу просить нельзя, в субботу есть эта молитва, она сокращенный вариант. Три первых, одно среднее, посвященное субботнему дню, и три заключительных благодарности. Просьбы все в субботу не читаются. Во все остальные дни читается три первых – это прославление, дальше идут просьбы, и три последних – это благодарение. Значит, первое – попросили мудрость. Второе – помоги нам совершить полное раскаяние. Там есть такие слова – «Отец наш, верни нас к Торе своей». Спрашивает Равшалам Маруш, а зачем, почему написано «Верни нас к Торе твоей?» Надо же сказать «Научи нас к Торе твоей». Почему «Верни нас»? И он говорит, еще усиливает вопрос, Тор уже изучают, при чем тут возвращение? Почему мы просим «Верни нас к Торе своей?» Он говорит, потому что Тора – это интеллект... У Бога было желание, чтобы появился мир. Это желание, оно потом структурировалось в программу, в систему, каким будет этот мир. И вот Тора – это и есть желание, плюс структурированное в интеллектуальные какие-то формулы желания Всевышнего, чтобы был мир. То есть Тора является чертежом мира и инструментом, которым был сотворен мир. То есть 22 буквы еврейского алфавита – это как раз язык программирования, которым Бог программировал мир. Уча есть разные языки программирования. Я про программирование не знаю ничего. Хотя у меня старший сын до 20 лет учился в Яшиве. В 20 лет он пошел в технологический институт за год, закончил полностью школу. И после этого поступил на программирование в армию. У него очень хорошо работает голова. Его взяли в армию на программирование. И сейчас он в армии очень программирует в самых-самых армейских делах. И вот он, значит, программист. Но я не понимаю вообще ничего, как он пишет программный код. Что за значки? Как это можно писать какие-то значки, а потом работает компьютер? Как можно писать значки, появляется программа? Я не понимаю, как нолики-единички делают фильмы, которые мы смотрим, или сериалы? Как они летают по воздуху? Я не понимаю. Я спортсмен. Мне это вообще непонятно. Теперь Тора – это 22 буквы, которыми Бог программировал мир. То есть вся вот эта реальность, она вышла из Торы. И Тора – это нити и формулы. Поэтому, когда мы говорим «верни нас к Торе своей», то когда ты соединяешься со Всевышним через Тору, то она тебя создала. То есть это не то, что ты ее выучил, а ты просто изнутри открываешь то, что тебя внутри соединяет со Всевышним через душу. Поэтому те вещи, которые вот если человеку заходит Тора, это значит, что у него есть внутри близость со Всевышним. И значит, если у человека заходит Тора, то значит у него есть внутри очень сильно проявленное. То есть он осознает свою связь со Всевышним. Буквы называются, это алфавит один и тот же, араместий и иврит. Сказать, что мир создавался именно словами, ну вот какими словами, есть книга, называется «Сефер и Цера», книга создания. Это книга по Кабале, ее написал, по-моему, Аврам, приписывается она или первому человеку, Адам Решону, или Аврааму. И там говорится, как этими 22 буквами «Бог сотворял мир». Я открывал эту книгу, мне как программирование вообще ничего не понятно. То есть просто ничего не понятно, но там, а может быть, кому-то будет понятно. То есть это называется «Сефер и Цера». Значит, в пятом благословении мы просим, верни нас к Торе своей, и значит, приблизь нас к служению тебе. Он говорит, что такое служение? «Карвену» – это как курбан, курбан как жертвоприношение, и приблизь нас к себе, через что мы приближаемся, через благодарственное жертвоприношение, через благодарность. И он говорит, мы просим, верни к себе нас, искренне раскаявшихся, и мы просим, чтобы благодарение – это основа раскаяния, и с его помощью можно удостоиться раскаяния в любви. Шестое благословение идет, мы просим его о прощении, значит, просим о божественной мудрости, дай нам от мудрости твоей. Второе – верни нас к Торе своей и к служению тебе, чтобы мы с тобой были соединены на интеллектуальном уровне через изучение Торы, и на уровне действий, намерений и желаний через выполнение заповедей. Это и есть служение, да? Молитва – это тоже. То есть, человеком управляет его намерение, и мы просим у Всевышнего, чтобы он нам уделил от своей мудрости, и дал нам намерение, вернул нас к Торе своей и к служению своему. Дальше мы просим у него шестое благословение – прощения и искупления. Отец наш, прости нас, ибо грешны мы, владыка помилуй нас, ибо виновны мы, и так далее. Взгляни на наши муки, заступи за нас, пошли нам скоро избавления. Значит, в чем состоит основное божественное мучение? Мучение спрашивает Равшалмаруш. Он говорит, мы просим, чтобы он нас простил за наш грех, и увидел наше мучение, и так далее, и послал скоро избавление. Он говорит, о чем мы просим? Он говорит, в чем состоит главное убожество и мучение? В неблагодарных мыслях, в нытье. Когда человек видит мир в негативном свете, это одновременно ужасное скудоумие. То есть, человек, который видит негатив вокруг себя, это, он говорит, это скудоумие. Чего ты вообще мучаешься? Это как все время себя царапать. Если у тебя что-то плохое, если у тебя что-то хорошее, чего ты копаешься в этой ложке дегтя, еще и жалуешься, и портишь себе жизнь, и усиливаешь, да? Значит, как есть песня, Don't worry, be happy. Он говорит, если у тебя есть какая-то проблема, не удваивай ее, когда ты за нее беспокоишься слишком, и ты жалуешься. Не удваивай ее. То есть, ты ее делаешь дабл, когда ты на ней слишком зависаешь. А некоторые ее не делают дабл, некоторые ее... Есть проблема, например, у человека. Есть у него 99% то, что у него получилось, и работает так, как он хочет. И одна вещь не работает. Что делает человек? Он эту одну вещь, которая не работает, он из нее делает 100% своей жизни. Все. И он, значит, в нее погружается, и рушит свою жизнь. Так он говорит, это скудоумие, когда человек неблагодарный, вновит и видит мир в негативном свете. Это одновременно ужасное скудоумие, а также невероятное мучение и мыторство. Потому что все страдания происходят от нытья, заставляющего нас рисовать всю нашу жизнь в брачных красках. И поэтому мы просим у Всевышнего, чтобы в этом именно мы должны раскаяться. И тогда придет полное избавление. Полное избавление, когда мы будем его благодарить, прославлять, и все будет хорошо. Следующее будет седьмое благословение. Это мы завтра будем изучать. Полное исцеление. Дальше идет просьба о полном исцелении. Но перед тем, как мы просим Всевышнего о физическом полном исцелении, обратите внимание, вначале мы просим разум, чтобы мы выстроили правильно жизнь. Потом мы просим, второе, что мы просим после разума, вернуться к Торе и вернуться к заповедям, чтобы на духовном уровне соединиться со Всевышним. Третье, мы просим, раскаиваемся в том, что мы раньше делали не так и загнали себя в ситуацию, в которой физическая болезнь является следствием. И потом будет следующее благословение, это просьба, чтобы Всевышний убрал болезнь. Понятно, да? Это очень прямо выстроено так по ступенечкам. Завтра мы это узнаем. И, значит, сегодня мы чуть затянули из-за поломок, но книга, книга Равзеля Гаплистина, он здесь дает нам очень хороший совет, простой такой все. Он говорит, что why not do it with joy? Почему не делать это с радостью? Он говорит, многие люди жалуются, что вот им то не нравится, это не нравится, работа не нравится, всякая рутина им не нравится. Он говорит, и что? Ты же все равно должен ей заниматься, ты не можешь ее избежать. Не можешь избежать работы, если тебе она, ну, если не можешь, действительно не можешь. Так что ты и работаешь, и жалуешься? Он говорит, добавь туда радость. То есть, если ты не можешь это не делать, то делай это с радостью. Говорит он, нам такой совет, как стать счастливым. И приводит варианты. Первое, ты можешь всегда включить хорошую музыку. Если, ну, не всегда, очень часто, включить хорошую музыку, и из этой рутины, там, посуду моешь, выбираешь, можно это делать под музычку. Второе, он приводит там пример, одного человека, который работал клерком, и он говорит, вот я работаю в офисе, скукотища, все. Но я решил, что каждый мой контакт с человеком, с каким-то, да, в течение дня, я буду делать из этого контакта праздник. Комплименты, какие-то улыбки, то есть я, если уже контактирую с кем-то, я делаю из этого контакта, чтобы это было впечатление, до следующего контакта, именно позитивное впечатление. Я улыбаю всем клиентам, я говорю им комплименты, я, значит, там, с кем встречаюсь, значит, делаю из этого прямо максимальную радость, чтобы потом, до следующей встречи, мне было о чем подумать. Вот так вот. Он говорит, подумайте, если вам скучно, только вы можете убрать это состояние. Включайте соревнования, танцуйте, слушайте музыку, но, если ты не можешь не делать, то должен делать, то делать со скукой это глупо, делай это с удовольствием. Такой он нам дает совет. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, чтобы с Божьей помощью у нас прошел день в внутренней радости, в радости с близкими, и чтобы наступила, наконец-то, уже радость во всем мире, потому что именно мрачные люди, которым плохо, они делают другим людям тоже, чтобы им было плохо. Поэтому наша задача не подключаться к ним и не перетирать в сотый раз все эти новости, как все плохо, а стараться сделать внутри себя плохо. Внутри себя плохо. Не надо стараться делать внутри себя плохо. Надо стараться внутри себя сделать хорошо через благодарность Всевышнему, сделать хорошо очень своим близким, всем людям, с кем вы вступаете в контакт, сделать хорошо. И тогда наступит уже шалом во всем мире с Божьей помощью. Все, всем удачи, успехов, до завтра.